Как оздоровить наркоситуацию в регионе? Обсудили сегодня на правительственном уровне. В заседании антинаркотической комиссии в режиме видеоконференц-связи приняли участие руководители муниципалитетов. Нет спроса, нет предложения. Золотое правило, эффективность которого подтверждает сама жизнь. Как избавить молодежь от зависимости, убедить ее, что наркопотребление – это путь в никуда? Пропаганда здорового образа жизни должна стать главной задачей правительства. В программе четыре направления. Это совершенствованные системы мер по сокращению предложений наркотических веществ, совершенствованные системы мер по сокращению спроса на наркотические средства, совершенствованные организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности, а также совершенствованные системы реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических веществ. На эти цели направлены немалые средства. В 2020 году сумма составила почти 2 миллиона 500 тысяч рублей. К примеру, на эти средства в школах республики провели тестирование. Лица, склонные к употреблению наркотических средств, должны понимать степень ответственности. Кроме того, считают специалисты, правовую грамотность поддерживают такие акции, как сообщи, где торгуют смертью, полиция и дети. МВД делает акцент на организованные формы преступности. Они, как правило, наносят наибольший урон. Ежегодно проводится комплекс мер, чтобы перекрыть каналы поставки наркотиков в наш регион. В результате принятия мер, число зарегистренных на территории Чувашской республики наркопреступлений увеличилось на 23% до 1350. Почти на 70% больше раскрыт преступлений, совершенных участников преступных наркогруппировок. Подводя итоги работы, Олег Николаев призвал тесно взаимодействовать с службом и ведомством, деятельность которых направлена на борьбу с распространением наркотиков. Татьяна Трофимова, Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика.